Что-то хорошее под серебряным дождем Город Рига, Латвия Латвия, интересно какая рифма Клабвакар в латышском Я уже начинаю заводиться на поэтический Дед Макар Астрахань Тьму Таракань Калининград, Нижний Новгород, Казань Красноярск, любимые наши города И не только вы Все слушатели привет В эфире действительно что-то поэтическое Почему грузовой, потому что Олег Груз у нас в эфире Привет еще раз Олег Разгружающий груз сегодня Да, Олег Груз, поэт Пытливые слушатели, те кто давно с нами наверняка Слышали Его в эфире Он когда-то приходил к нам чуть ли не еженедельно Потом реже стал приходить Раз в полгода Сейчас по-моему уже год мы не виделись С лета? Нет, может быть вы летом где-то и виделись Я тебя давно не видела Может тогда полтора года Я на чтение их был у Олега в Центральном доме литераторов В ЦДЛ Мы не после этого видели Сиди в эфире Давайте Я всегда рад тебя видеть Потому что совершенно искренне считаю его одним из ведущих поэтов современности Пишущих стихи на русском языке О стихах мы поговорим Более того, предложим вам, друзья, посочинять И пригласим вас даже на мероприятие Олега О мероприятии будет называться стихошоу «Убитые бытым» Да, совершенно верно «Убитые бытым» «Убитые бытым» Я очень недавно думал Это будет же не только мероприятие стихошоу Еще выходит альбом 8 марта музыкальный Называется «Убитые бытым» Я в самый последний момент еще подумал Может сменить название на «Унесенные бытым» Потом нет, все-таки «Убитые» Будем это реинкарнировать «Убитые бытым» Да, «Убитые бытым» Потому что я как-то пришел к тому, что у меня есть много стихов на разные темы Но вот больше всего все-таки меня всегда трогал, трогает и будет, наверное, трогать Это наш быт, вот это обывательство И у меня, грубо говоря, кончились претензии к высокому нашему начальству Я понял, что у меня выше, чем замплефекта, в принципе, претензий нет вообще Ага Понятно, раньше действительно активно боролся Ну, не боролся, а С собой Своё веское слово, да «Убитые бытым» Я вчера как раз вспоминал строки звуков «Му» Петр Мамонов еще когда был не Петром Петр Мамонов, звуки «Му» Вот у них была песня «Ремонт» И там были такие строки «Сначала у нас была любовь, а теперь у нас ремонт» И припев «Я снова хочу быть пупсиком», «Я снова хочу быть миленьким» Я к чему? К тому, что быт, он действительно убивает отношения Он вечен, как любовь Ну, мы встретились, полюбили И чем мы любовь и бьем? Бытом И вот и все Такое неинтересным таким вот обывательством Давайте покопаемся Быт же как раз может быть невероятно увлекательным Может быть, но не является им По крайней мере Почему же? Вы противоречите себе? Нет Где? Они убиты бытым Я сам убитый бытым Если может быть, то значит что-то в быту можно такое найти Знаете, я вот так скажу Если бы у меня был ресурс Скажем так, материальный На то, что А вот как бы мне еще упростить свой быт? Как бы мне облегчить себе жизнь? Или решить за весь подъезд? Ну, к примеру И ты начинаешь решать какие-то бытовые вопросы Но когда у тебя нет этого ресурса А быть тебя подъедает И ты понимаешь, что Ну, блин Прикольно было бы решать задачи всего подъезда Сел в свободное время Говоришь, а давайте домофоны поставим Видеофоны поставим Давайте лифты побыстрее будут летать у нас Это какой-то маяковский у тебя получается Нет, почему? На благо общества Быт Да не, на свое благо Благо своего подъезда Соседний подъезд меня не интересует, скажем так А мне кажется, что быт от слова бытие Да я вот тоже подумала А бытие, да-да-да Быть или не быт? Слушай, я предлагаю Собственно, ты принес музыкальный У нас будет так, что Есть музыкальное сопровождение И есть, оно записано Есть живой Олег Который на это музыкальное сопровождение Будет читать свои стихи Вот как раз, я так понимаю Из этого стихошоу Убитый бытом Да Да И давайте, собственно, начнем Чтобы понять предмет разговора И продолжим Марина, готови Чтобы нажать кнопку Стихотворение называется Не театр Жизнь уже больше не театр Жизнь скорее танц полного Мы все еще барахтаемся Как котята в ведре полном Как намокшие высохшие спички Слипшиеся меж собой серой Какие хочешь цвета в нас спичкой Но не вытравишь серой Чуть что не палим из пушек Как люди иного толка Готовы рвать на куски свои души Дабы насытить вас, волков Делаем вид, что не пляшем под дудки Делаем вид, что вообще не пляшем Склоняясь от доводов К предрассудкам Походим на неваляшек Эдакие Маятники противоречий Хочешь противостоять? Противостой Никто тебе не станет перечить В нашем стойле Жем аж Дым коромыслом Мы здесь не из благих побуждений Наши цели предельно корыстны Деньги И еще денег И еще денег И еще денег Поднимите на зарплату Мы будем на вас фактически жить И... Доктор Переведите меня в другую палату И отвяжите Двое суток ушло на поиск слов Рассказанных меньше, чем за две с половиной минуты Дабы хоть пара слов Заглянула себе Внутрь Рассказанных меньше, чем за две с половиной минуты Олег Груз Стихошоу Убитые бытом Я аплодирую Мари тоже Присоединяюсь Ну круто Круто, дорогой Ливан Владимирович Автор музыки Меня, конечно, поругает Скажет Куда ты опять вначале погнал? Это Ливан Авазашвили Да Автор музыки С которой мы вот сработали Потрясающий, на мой взгляд Альбом Слушай, а я вот Наверняка тебя об этом много раз спрашивали А я почему-то ни разу Вот учитывая твое прошлое, а может быть, настоящее с Газгольдером Я не знаю, присутствуешь ты там еще или нет Учитывая бэкграунд того же Газгольдера и музыкантов, рэперов, которые там присутствовали и присутствуют Ну тот же Баста А почему ты не поешь-то? У тебя же абсолютная рэп-эстетика Ну я пою Ну где это ты поешь? Поэт Олег Груз Ни разу я не видел тебя поющим Поет Олег Груз Почему? Ну есть песни Просто мне, скажем так Интересней работать в тишине Интересней, когда пауза Когда я могу ее управлять Песенный жанр, он, грубо говоря, как капсульная история Он для меня ясен И вот сейчас мы с Ливаном стали заниматься музыкой много И, скажем, альбом, который выйдет 8 марта Это предтеча, предыстория такая Которая, скажем, к осени уже будет прям альбом с песнями То есть ты прям петь будешь, напевать? Да я и пел, у меня есть 4 музыкальных альбома Я не знал об этом Мы просто никогда не слышали, как ты поешь Я не пиарил и, грубо говоря, с песнями не выступал Потому что иначе у меня много конкурентов А если я занимаюсь стихами То, в принципе, когда я начинал, еще никого и не было И аудитория у стихов немного другая, чем у песен Она существенно уже Когда я в 2007 году, в 2006-2007 год, да В Театр Практика на сезон пришел И вот проработал сезон в Театре Практика С сольным спектаклем Я творец и вездец И когда работает пауза Когда зритель тебя слушает И ты держишь эту паузу, интонацию Оттенки голоса И когда ты слышишь, как работает эта тишина И чем она насыщена Звенящая Любая, какую ты поставишь Что за музыкой ты это не увидишь Потому что у тебя и ритмика, и громко Раз, все, пролетели, поехали На Ютубе-то есть какие-то речитативы мои У меня даже долгое время выступал Последние годы четыре Приезжал в регионы У меня программа была Десять стихов, десять песен И вполне удобно для клубного формата Вроде и стихи, и песни Скажи в таком случае, пожалуйста Тексты песен Тексты тех произведений, которые ты считаешь песнями И тексты стихов, они разные? Они зачастую разные Потому что иногда хочется написать Когда ты пишешь песню У тебя, скажем Меньше требований к рифме Она может быть Можно подтянуть Ну нет, можно сказать В угоду форме чуть-чуть ослабить содержание Лишь бы там звучало красивее У песни другой закон немного Поэзия, опять-таки Двух видов в моем понимании Одна поэзия, которую я глазами воспринимаю Читабельная, да Другая поэзия, которая на слух ложится Которую там в тексте ты не прочь Ну просто она не читается Ритм неправильно пойман И некоторые стихи могут становиться песнями Но некоторые песни я писал как песни А вот там, например, стихотворение полностью Я его писал, прям какой большой такой поток У меня был минус и лежал И я под него написал прям поток признания, грубо говоря Вот я могу даже прочитать этот стих Прочти, если не сложно И потом я на концертах стал его читать Как стих, медленно Потому что образы не успевают раскрываться В потоке речитатива, скажем так А стихотворение называется полностью Пытаюсь вспомнить Что же мне нужно еще Забыть Для того, чтобы провернулось Колесо моей судьбы Для того, чтобы стать чище И себя до конца освоить Для того, чтобы заткнулся волчище Что на душе воет От того, что нас не двое Мне как-то не по себе Но я не унываю Ведь за уныние будут семь бед Чтобы дать один ответ Не унывай И точка И только тогда она тебе в старости Сможет подлить кипяточком Не унывай Иначе зачем? Зачем ты ей уныл и нужен? Собираясь прожить с нею на двоих Одну жизнь Готовься принять все Что она тебе с ней щедро дарует Воспринимай ее как лучшую свою половину А не вторую Чаще читай по ее глазам Внимательнее их слушай Совершенствуйся Даже когда ты и так уже лучший Восхищай ее Тем, как ты восхищаешься ею И отдавайся ей полностью Делай ее своею Ты должен растить любовь Как капризная растенница И если это судьба То она никуда от тебя не денется А если не судьба То значит не судьба И все Но только ни в коем случае Ой, забыл Тебе понравилось? Смотри, да? Половина лучше, а не вторая Девочкам должно нравиться Хорошо Ну, а в рэпе она, условно говоря Звучит там Пытаясь вспомнить, что же мне Ну еще забыли Вот прям в потоке Все это свалилось И я сам понимаю, что Мне неинтересно как слушать Или я не успеваю за этим Наташа, из Москвы тебя сбрось С кем-нибудь сравнивает Спасибо, говорит Прекрасные стихи Спасибо, Наталья Спасибо большое Лестно? Ну, привычно уже Скажем так Сравнения различные Как Моих стихах говорят Во, жесть А порой что похоже на Бродского Ты знаешь, я подумала Как это звучало Подсоединяется Сейчас слушатель Где-то в машине И говорят Тебя сравнивают с Бродским Лестно Привычно Да, да, да Потому что не впервые Не впервые Знаете, когда я Начинал свой деятельный Скажем так На заре В начале двухтысячных В Ростове-на-Дону Все время сравнивали с Дельфином Потом мы Изменили брейкбит Какой-то Оживили музыки Стали сравнивать Со Шнуром Ну, людям проще С Ленинградом Людям проще Ассоциировать с чем-то Все произноется В сравнении А потом И Шнура покатились Клипы Все забыли Ну, скажем Пошел дальше Там развиваться Творческо Маяковский Потом Бродский Сейчас уже Я вижу Потом с Высоцким Сравнивали Ну, я что могу Я не могу запретить Не могу разрешить Не могу рекомендовать Просто сейчас уже Вижу иногда Когда кому-то Там в комментариях Какому-нибудь Молодому поэту Или рэперу Пишут Типа Похоже на Груза Ну, вот теперь Я тебе рассказывал Про сына Который впервые Лондон привез Его впечатление Расскажи Это вот про то Что иллюстрации Того, что ты говоришь Ну, мальчик мой Собственно Лет Семь, наверное Вот я привез в Лондон На майские там Праздники А до этого он был в Вильнюсе Ну, вот Вильнюсе был У ребенка Вот, значит Мы выходим Аэропорт Приезжаем Красный город Вот этот красный кирпич Двухэтажный, трехэтажный Он так, знаешь По деловам По-мужицки так Оглядывается Говорит Похоже на Литву Ну, то есть Но обрати внимание Что сравнивать То у нас особо И не с кем Вот есть Два больших поэта Которые как-то Я скажу это слово Рифмовка Не люблю, но тем не менее Да Есть Маяковский У которого определенная чеканка Есть Бродский У которого Вот там все-таки Позамысловатие Как мне кажется Вот и все Ты слышишь Человек читает Это какой-то такой Ну ладно Милая тебе Ну что ты Ну подожди Ну хорошо Есенин Все как ты любишь Давай Северянин Заболоцкий Хармс Ну что ты Ты серьезно считаешь Что кто-то говорит Да вы как Заболоцкий Хотя да Наверное может быть А я предлагаю К современникам Вернуться от классиков К современникам Которые станут Когда-то классиками Олег Мы приготовим еще один Музыкальный трек Он будет называться Она пришла Да Я просто тоже за временем Слежу Чтобы у нас В этом полчаса Прозвучало и в том Как называется Она пришла Она пришла Она пришла Разделась Отдалась Как-то наигранно А может быть смеясь Встала с постели Мила улыбнулась Саделась и ушла Потом вернулась И долго мне о чем-то говорила Я не любил ее Она меня любила Читала вслух мне Женские журналы Она меня немного умиляла И временами мне казалась Странной Она была не той Хотя желанной Я вел себя с ней Как-то эпатажно А может нет Хотя уже не важно Она пришла Я может быть и ждал Она была чиста Как идеал Но чего-то мне Тогда в ней не хватало А может я далек От идеалов Она пришла Была и вдруг ушла Так же внезапно Как и появилась Я не понял Что тогда случилось Она мне ничего не говорила Я не любил ее Она меня любила Она была как что-то неземное И было ли вообще это со мной Я помню, как подолго ее ждал Не знаю почему Она ревновала Я никогда не видел ее слез У нас с ней что-то было Но серьезно Я ее никогда не увлекался Не знаю почему Может боялся Может быть и просто не хотел И не любить ее Я толком не умел Она была красива Да, красиво Но почему все время уходила И зачем все время возвращалась Так же легко Как будто бы смеялась Как будто на столе что-то забыла Я не любила Она меня любила Она пришла На стул неловко села И долго, молча на меня смотрела Потом сказала пару смутных фраз Оделась и ушла В последний раз И больше никогда не приходила Я не любил ее Она меня Любила А вот здесь я тебя Олег Груз Да, поблагодарю за строчку Она была не той Хотя желанной Спасибо Универсальная, по-моему, история По мотивам Жизненных произведений Итак, вот теперь пришло время Для того, чтобы привлечь наших слушателей Поактивнее участвовать в программе И смотрите Значит, Олег Груз Стихошоу «Убитые бытом» Два произведения Мы уже послушали Это и выпуск И помимо стихошоу Будет еще и книга Да, я так понимаю Нет Книга Эти стихотворения Входят в книгу Ну, многие из этих стихотворений Входят в книгу «Я творец и вездец» «Я творец и вездец» Да, помню Это 2008 года Как нам подсказывают слушатели 2007 года Даже так, Настя Конца 2007 года Мы хотим 8 марта Пройдет шоу Вот ты сейчас расскажешь, где А я скажу слушателям Что сделать, чтобы получить два билета Два билета А если не получится, сами придете Где будет происходить «Убитые бытом» Октябрьский переулок 23 Город Москва Это за театром Красная Армия Театр клоунады «Высокие братья» Он открылся в октябре месяце «Высокие братья» Это, да Клоун-группа Труппа Потрясающих вообще ребят Которые делают безумные вещи Безумные в позитивном смысле Вот, надо пригласить те, наверное Дениса Васильева Руководителя их Он фанат Депешмот Он прям один Он интереснейший собеседник С кучей потрясающих историй И с богатейшим жизненным опытом Мы сошлись как-то на Вполне взаимной симпатии Они участвовали у нас в фильме Клоу-баре Который мы сейчас снимаем Газгольдеров И как-то вот мы задружились Вот они открыли театр Пригласили меня Давайте вместе что-нибудь поставим Ага А ребята иллюстрируют все Что происходит Я там, например, рассказываю Историю про инженера Вот приезжает инженер Жене домой Тут появляется клоун-инженер Да-да Только он не клоун Ну он клоун, но он не клоун Да, он инженер в данный момент Он инженер Он пришел инженер И страстно начал любить свою жену Интересно, ребята Восьмого марта Приходите Да, 18+, прям Единственное, что Это важно, да? Это очень важно Клоуны любят по-настоящему А как же вам попасть-то на это шоу Убитые бытом 18+, там за театром российской армии А можно выиграть два билета здесь Прямо сейчас в нашем эфире Нужно только прислать Вот мы каверзный вам вопрос зададим Значит, существует такая Что ли теория Ничем не подтвержденная Ну и ничем не опровергнутая Что в русском языке нет прямой рифмы К слову, правда Поясни, что такое прямая рифма Ну, правда-неправда Ну, вот кривда Ну, не знаю Мать рвать Рош-вош Я не знаю, ну что еще Радио Надя Вот, к слову, правда нет такой Вот очевидный Можно где-то там как-то играть И вот мы поиграть вам и предлагаем Самая оригинальная Что ли игра Такая в рифму Будет поощрена двумя билетами На это мероприятие Восьмого марта Вот вам и история с подарком решена Итак, какая-то красивая Все-таки рифма К слову, правда Необычная Не обязательно красивая Которая способна удивить как-то Да Красивый может быть контекст Упоминания Правда? Когда? Вот я вот перед началом говорили Что все от контекста В каком-то контексте Можно закрутить так Так что ты будешь думать Ну, зарифмовал А потом вернешься Если глазами Ага Ага Будет поощрена Двумя билетами На стихо-шоу Убитые бытом Олега Груза Плюс 7903 7976333 Это наш смс-портал Еще можно с сайта Отправить Silver.ru И, пожалуйста, подписывайтесь Оставляйте свои координаты А мы после рекламы Продолжим Что-то хорошее Под серебряным дождем Что-то хорошее Мария Армас Алекс Дубас Сегодня с нами Олег Груз Поэт Артист Добрый вечер Убитые бытом И вы, уважаемые слушатели Которые ищите рифму К слову Правда И выигрываете Пригласительные билеты На вот это стихо-шоу Убитые бытом С Клоунами Высокие братья Театр Клоунады Высокие братья Пожалуйста, оставляйте Свои координаты Марат вот нам пишет Говорили Работа мечты Это правда А по жизни Это нужда Да Это к слову Спасибо, Алекс Это к слову Про контексты Я вот не очень поняла Мы предлагаем Правду в контексте Рифмовать Или вот без контекста Тогда получайте, ребята В контексте интереснее Интереснее, соглашусь Тогда вот у Марата Была хорошая попытка Тебе подходит Правда И слово гланда Например Это же рифма Не подходит Не подходит И правда Алибарда не подходит И баланда не очень И кокарда Тоже как-то так, ребят Тут надо Правда Это чистая правда Пишет слушатель Правда Провода Если быстро произносить Пишет Антон Вот опять А то вообще Бровода Так же можно Правда Провода Ну да Для песни Хорошо Добрый вечер Как здорово Осознавать Что в нашей стране Еще появляются поэты Поэт это душа эпохи Это так обнадеживает Успокаивает И значит у нас Не все потеряно Олег Спасибо вам большое Сергей Из Нижнего Новгорода Спасибо Сергей Я предлагаю Москву послушать Вот здесь у меня два трека Не он один Это один и тот же Просто дважды Включаю Включаю Говорит и показывает. Со всероссийским жульем, с извечной проблемой с жильем, от которой мы крокодиловы слезы, как при Булгакове, а так жильем Москва, как ни крути, но столица, стоит чуть-чуть от нее отдалиться, и ты начинаешь чувствовать это по окружающим тебя лицам Москва, радушно и равнодушно, душевно и бездушно, от нее мне порой аж тошно, иногда мне становится душно. Москва 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 Ну не у всех получается, а вот у тебя это, по-моему, получилось здорово. А во втором стихотворении про Москву у тебя портрет Путина остался? Нет, там было по-другому. Москва, столица нашей державы, где-то здесь бродила Куджава по еще настоящему Арбату, на котором теперь сам черт горбатый сломает копыты, а рога ему я в обоих смыслах дорогая моя столица. И даже если с неба станет сталь литься от твоих выхлопных газов, не брошу тебя. По крайней мере, не сразу и не навсегда оставлю тебя одну. Ты кого-то возносишь к звездам, а кого-то тянешь ко дну, как бы ни было это избито. Ты и твой переизбыток манящий провинциалов. В сквериках скамейки со слоями инициалов завоевателей и покорителей. Коренные же уже просто зрители, не восторгающиеся декорациями. И мусора с рациями. Спасибо. Ну, кстати, тон изменился по отношению с 2006 года. Слушайте, какая хорошая ритма к нам пришла. К слову, правда. В контексте причем. Она спросила, в чем же правда? А он ответил, я не прав, да? Корень один там прав. Жена декабриста нам это призвала. Я отметил, кстати говоря. Ну, почему нет? Правда — это жизненная прохлада. Это мысли чехарда. Ну, ее можно зарифмовать вообще, что мы от близких по звучанию слов уйдем и сразу правду оставим где-то. У меня вот есть стихотворение про ложь, трактат. Вот надо, наверное, сесть и написать трактат про правду. Правду. И найти все рифмы, которые... Да. И так жить не хочется, пишет Марат из Перми, а вы добиваете. Поэтому я прошу поэта, требую, пусть расскажет, что неправда, но чтоб хотелось дальше мне дышать. Марат из Перми. Мы переходим на какой-то слог, и мне это нравится. Да. Прочту сообщение от Александра из Нижнего Новгорода, а потом попрошу тебя еще одно стихотворение прочесть под музыку. «И вот мой друг мужская правда. Когда мы сели в Санта-Фе, она была безумно рада, что я поспал ее в кафе». Ну, ладно. Жаль, не могу дослушать до конца эфира. Был трудный, нервозный день. А вот ваша программа успокоила. Приятные голоса и слова. Спасибо, друзья. Александр из Нижнего Новгорода. Ну что, я тогда объявляю нашим слушателям, что следующая называется композиция. Да. Хочется называть это композициями. «Помоги себе сам». Музыка Ливана Авазашвили. Помоги себе сам. Решить, что бесам, а что не бесам. Что для тебя бесценно, а чему ты цены не сложишь. Стоя в лучах на краю сцены, я сильнее сидячих в вейпе ложи. Во-первых, я людям не вру. А во-вторых, я моложе. Недавно читал на похоронах. Гости хлопали так, что покойник ожил. Ожил и попросил на бис. Потом расцеловал всех, всем пис. С родней простился и умер снова, но... На этот раз уже обосновано, так как всем нам было пора. Вдова в плотном кольце родных грозилась продать сюда топора. И на ближайших же выходных отправиться в траурный тур по Средиземному морю. Где какой-нибудь знойный турок поможет не думать ей о ее горе. Словом, кончились чудеса. Начался досад. Счастье, оно ж попса. А наидосаднейший из досад случилось со мной еще в детстве, где я, посещая детсад, По расторопности воспитательницы Обнаружил, что зад волосат. Декамерон Олега Груза. Очень на Эйр похоже. На группу Эйр и музыка, и вот этот речетасив твой. Кончились чудеса, и начался досад. Вот, за тобой можно записывать, да, в копилку. Счастье, оно ж попса. Счастье, оно ж попса. Сергей пишет, что он сильнее ничего не слышал. Спасибо, Сергей. Продолжение сравнений с Бродским и с Маяковским. А твой любимый поэт-то кто? Много. У меня любимые стихи, так скажем. Потому что бывает поэт, не производящий поэзии, пишущий много стихов, но вот один стих является поэзией. Просто у меня, в моей теории, не все, кто пишет стихи, являются поэтами. И не все поэты пишут стихи. Поэзия — это, прежде всего, образное мышление. Это умение владеть образом. Там рифма совсем необязательная. И много стихов. Мне нравится. Ридьер Киплинг, «Владея собой среди толпы сметены». Это же... Это владение. Это даже в переводе. Это великое произведение на всех языках. И вот как я не могу, он же не поэт. Что-то у Бродского нравится, безусловно. Что-то нравится у Губермана. Что-то нравится у Маяковского. Ну, и отовсюду. Что-то нравится у вообще неизвестных ребят. Вот. А последнее, кто... Ну, из современных мне нравится, очень нравится. Мы часто не спорим. Вот я тебе книжечку подарил Юлия Соломонова. Очень красиво оформлены, кстати, книги. Как малескинчики, да. Как ты принес в студию. Твое собственное издательство? Это твое? Это мое издательство, да. Смотрите, как удобно. Поэты издаются в собственных издательствах. Да. Знаешь, сколько мы... Мы четыре месяца искали, кто нам в России сможет на книжках уголки обрезать. Это была сложная задача, вообще невыполнимая. И мы ее сделали сами вручную. Вот ручная работа, на самом деле, буквально. Очень красивая, прям отлично. Пирсиковый цвет, что я ее называю? Ее зовут Соломонова. Да. Соломонова. И мы по ее стихам тоже выпускаем спектакль, скоро будет, выйдет. Называется «Идеальная». Не буду раскрывать секретов, но это будет бомба. Ты знаешь ее стихи наизусть? Да, да, что-то знаю. Это сейчас был коварный вопрос какой-то? Нет, серьезно знаю, потому что мы много работали. Мы 200 стихов ее перелопатили, чтобы выбрать 30 для шоу. Мне очень нравится ее стих «Романс номер один». Ну, это вообще великий стих. Вот я тебе открыл наизусть. Не наизусть, а на вскидку. Вот страница 66. Точно в плеере сиди, а в мобильнике 3G, в каждой девочке сидит ее внутренний мужик. Мой внутренний мужик говорит, что кончились чудеса и начался десат реклама. А мы вернемся. Что-то хорошее под серебряным дождем. И, увы, нам нужно завершать наш разговор, слушатели прекрасные. Я слежу за временем и хочу, чтобы Олег успел еще, Олег Груз, наш сегодняшний гость, исполнить еще одно стихотворение. Эта дорожка называется «Кредит» и стихо-шоу «Убитые в этом». Среди длинной очереди, от которой смердит. Эрудит, например, не возьмет кредит, так как знает, что долг нутро бередит. Тем более в такой стране, как наша, жизнь в кредит звучит как вердикт. Взял кредит и сидит сердит. Кредитор ведь вряд ли предупредит, что сумма достатка не породит, а процент, как стригущий лиша, его семейный бюджет проредит. Искренне ваш, на дожде серебряном Олег Груз чепуху городит. Я вспомнил, это же, спасибо. Это же был период у нас такой, когда ты для программы «Завтрак для чемпионов» по пятницам, по утрам писал вот такие актуальные, да. Да, ипотека по-прежнему актуальна, Олег-то. Спасибо, да-да-да, был у нас такой месяца три, по-моему, продолжался. Это вот я тебе говорю, 26, вот конкретно он написал 26 января 2007 года. Это 10 лет назад. 10 лет назад, ты смотри, что... А ведь кто-то все еще платит, так что Алекс... С тех пор, кто-то тогда его только взял. С тех пор, да. Нам надо выбрать слушателя, которые пойдут на твое стихо-шоу 8 марта. Ну вот как тебе вариант прав... ну вот такой, не знаю, правду из дырявки, пишет Андрей из Москвы. Или, например, правда, Олимпиада, нет и больше не надо. Давай я выберу. Давай, давай. Пусть это простой ход, но это ход. Она спросила, в чем же правда? А он ответил, я не прав, да? Ну, берем. Берем, да. И я тогда закрою тебе эту рифму. Давай. Нет только правда здесь для полной радости. Для полной радости нет только правда здесь. Вот на ухо, как бы, ты ее можешь спрятать, как бы, я же говорю. Да, да, да. Хорошо, мы сегодня искали рифму к слову правды. Рифму найти очень сложно. Слава богу, что неправду. Да, 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 или к рифду. Поэтому жена декабрист. Точно. Вы оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон. Хорошо. А что сейчас, в 2017 году? Написал ли ты уже новые строки? Выходит, выйдет осенью. Мы снимаем ее, буквально скоро заканчиваем. Фильм называется Клуб Аре. Клуб Аре. Клуб Аре. Вот как Кабаре, а это Клуб Аре. Клуб Аре. 54 героя. Все разговаривают стихами моими. А, интересно. Ну, практически написан фильм в стихах. Это большая пьеса. Мы над ней работали 7 лет. И сейчас уже над сценарием. Сейчас у нас главную роль играет Евгений Стычкин, Михаил Багдасаров. У нас прям много актеров. Даша Чаруша. Владимир Сычев, Михаил Горевой. А Синовсис какой? Синовсис. Где действие происходит? В Москве ребята, аферисты, строят клуб, обманывают инвесторов, убегают от силовиков, платят деньги и тем, и тем, и этим. Решают свои насущные вопросы. В общем, убитые бытом. Открывают клуб, и все, и открытие клуба, и вечеринка, на которой сейчас все разрешится. Хорошо. Это коллективный проект. Ну, ты пишешь для кого-то, кто-то снимает, много людей, а сам сам самостоятельно. Сам пишу песни с Ливаном Авазашвили. Мы готовим уже прям, я же как вначале сказал, песенный альбом. Да, интересный, свободный. Можешь прочесть что-то из нового альбома? Годы бегут, а я по-прежнему тут. За кров и еду работаю на мечту. Не стою и не жду, а свято верю и чту. То, во что верю, я верю в мечту. Я верю в мечту, и мечта все ближе. Удача в ног, моих пятки мне лижет. Судьба меня любит, благоволит случай. Я в лучах света, я самый лучший. Над головой раскаленная плазма, А под ногами пепел соблазнов. И я в лучах света, в биодоспехах, иду к успеху. И мне не к успеху. Я верю в мечту, и она в меня тоже. Никто никому ничего не должен. Тут всем воздается по вере. Тут каждый получит, поверив. Поверь в мечту, мечты сбываются. Без веры они забываются. Теряются, походя в похоти. И помнит о них потом Бог один. Браво! Олег Груз был сегодня в программе. Что-то хорошее? Спасибо тебе. Спасибо, Алекс. Порадовал, удивил и очаровал наших слушателей. Зовите всегда. Никогда не отказал и не откажу. Хорошо. А мы к тебе, наклоунов. Да. 8 марта ждала. Это наша слабость. Да. 8 марта приходите на «Убитых бытом». Чтобы была программа «Что-то хорошее». Мария Армасовна. Алексей Дубас. Мы прощаемся до следующей недели. До вторника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова